Сегодня в видео рассмотрим вот такое готовое устройство и на его примере поработаем, посмотрим как работают дисплеи Dwin Рассмотрим особенности данных дисплеев, что мне нравится в них, что не нравится и чем они отличаются от дисплеев Nextin, их плюсы и минусы Приветствую, вы на канале Arduino Технологии, с вами Константин И первое, что бросается в глаза, это сам сенсор Сенсор у данного дисплея емкостной, у Nextin, соответственно, таких размеров емкостных сенсоров нету Все только резистивные Сверху стекло у нас и, соответственно, все срабатывает достаточно быстро Мне очень нравится скорость работы данного дисплея Помимо этого, у данного дисплея стоит уже зуммер У Nextin нету зуммеров, а у Nextin, у Dwin, соответственно, есть и даже у самых маленьких моделей зуммер Который позволяет воспроизводить не только тональность, но и mp3 файлы Соответственно, это у меня звуки, это уже mp3 звуки, которые я использовал в своих уроках Ссылка на урок будет в описании к видео Есть такая возможность сделать скроллинг определенной области Это всего лишь одна картинка, которая автоматически скроллится по кругу Есть скроллинг по вертикали, горизонтали, все настраивается в программе Следующее, это ввод паролей Один минус, который мне не нравится в дисплее Dwin, это нельзя сделать страницу На одной странице набирать пароль и выводить символы Конечно, это можно сделать, но это достаточно сложно И пока я это еще не реализовал, в дальнейшем, скорее всего, разберусь Также один плюс, который мне нравится, это своя клавиатура Мы можем самостоятельно сделать свою клавиатуру для ввода своим набором символов, функционалом Под свой дизайн, соответственно, это достаточно хорошо У Nexin такого, в принципе, нету Есть несколько клавиатур, которые своего дизайна и изменить их нельзя В Dwin создать свою собственную клавиатуру Изначально работа с текстом мне показалась и минусом на дисплее Dwin Но со временем работы я понял, что тут достаточно много функций Потому что мы сами генерируем шрифт и можем его настроить под себя Вот видите, у меня вводятся последние две строчки, уплотненный шрифт В принципе, такого сделать на дисплее Nexin нельзя Но шрифт, понятно, что не очень красивый Но это проблема и в других HMI дисплеях Что мне еще нравится, это быстродействие У дисплея Dwin, при нажатии на любую кнопку, например, переход между страничками Все обрабатывается мгновенно Мы нажали уже на другой странице Нет никаких тормозов, как на дисплеях Nexin Все отрабатывается очень-очень быстро Ну и помимо этого, также все отрабатывается в плане вывода информации Тоже отрабатывается гораздо быстрее, чем на Nexin Ну, конечно, это может быть мое мнение Но вот, по моим ощущениям, все работает гораздо быстрее До подобного плана дисплей Nexin можно купить за ту же самую стоимость Я покупал за 1700 данный дисплей Ну, можно, конечно, во время скидок и с помощью промокода Используйте промокод Arduino Tech И вы получите скидку в 5 долларов при покупке данного дисплея Соответственно, данный дисплей обойдется вам в 1300-1400 В зависимости от стоимости, конечно, по 100 долларов Соответственно, данный дисплей достаточно хорошо себя зарекомендовали Мне очень нравятся производительные и работают неплохо Но, конечно, есть один минус Это немножко сыроватый софт для работы с данными дисплеями Но я на сайте постоянно укладываю информацию Как можно данным софтом пользоваться И еще несколько особенностей на примере проекта следующего Который будет в открытом доступе Вы его можете будете скачать и повторить В данном проекте можно вывести цифры Соответственно, это формируются цифры с помощью картинок И мы их потом выводим как цифровые значения Достаточно удобно, чего нет у тех же самых дисплеев Nexin Также можно сделать свайп Перелистывать с помощью свайпа между страничками Также можно сделать круговые выводы информации Например, вывод громкости Как, например, сделано изменение различных параметров Что также достаточно очень красиво выглядит Также слайдеры можно сделать такими красивыми Данный проект реализовываю на тонком дисплее Ков Он идет с гибкой платой И, соответственно, сам идет толщиной 5-7 мм Гибкую плату можно вложить и повернуть куда нужно Вы можете заказать бесплатный образец Либо вот такого дисплея на жесткой плате Ков Либо Ков с мягкой платой Как заказать бесплатный образец Вы можете почитать у меня на сайте Ссылка будет в описании к видео Понравилось видео? Не забудьте подписаться на канал Поставить свой лайк Написать свое мнение и предложение в комментариях И всем пока-пока До встречи в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok